Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! И сегодня в этом видео я хочу рассказать о новинках семян сортов от Dacia 96. И да, если кто-то не знал, у меня есть собственный бренд семян Dacia 96. Расскажу о хитовых новинках, о новинках, которые только с пылу с жарой, в общем, всё о новинках семян в этом видео. Ну а начать я хочу этот ролик с трёх хитовых сортов овощей. Давайте начнём с перца Домашняя Радость. Я думаю, многие его знают, у многих моих зрителей уже есть им на этого перца, потому что многие, кто его заказывал, это перец Домашняя Радость. Славится своей урожайностью. Где-то тут я вставлю видео, как он у меня летом рос на балконе. Это и вправду очень урожайный сорт. Плоды у него миниатюрные, прям такие маленькие. Выглядят как острые перчики, но по факту это сладкие перчики. Точнее, не по факту, а прям они и есть сладкие. Кусты у них низкоросые, они подходят для горшочного выращивания. Очень сладкие, ароматные. И в общем, это хороший сорт. Всем рекомендую, если вы выращиваете зимний огород, например, как я, либо летом собираетесь выращивать огород на балконе. Следующий сорт это огурец кот-унок. Это партенокорпический гибрид огурца. Очень урожайный. Сейчас растет у меня на зимнем огороде. И он прям вот такого вот роста, но на нем уже есть маленькие, но заязи огуречков. В междоузле у него формируется где-то от 3 до 5 зеленцов. Благодаря чему на кусту может одновременно созревать до 25 плодов. Это прям уже доказанный факт, что на одном растении может формироваться до 25 плодов одновременно. Ну и следующий сорт томата, который стал тоже хитом продаж уже с этой весны. Весны 2023 года. Это томат усатый-полосатый. Тоже многие, скорее всего, и знают. Кто-то его даже выращивал в этом году. Присылали отзывы, то что он урожайный. Кто подписан на меня в канале в телеграме, ссылку оставлю в описании. Те видели, скорее всего, этот отзыв. Плоды у него не сильно крупные. По вкусу он такой сладенький. Ну, такой стандартный томатик, но по вкусу чуть-чуть слегка так кислить. Так и должно быть. Растение детерминатное. Я его сейчас выращиваю на зимнем огороде. Урожайный хороший сорт необычного томата. Такой, как арбузики, только красно-желтые. Ну и вот мы закончили прям с хитами-хитами. А теперь давайте продолжим с новинок этого года. Хотя, в принципе, можно весь ассортимент моего интернет-магазина назвать новинками. Но я расскажу вам про самые хорошие такие сорта. Следующие это, наверное, будут цветы. Бархатец Тайшан F1 смесь. Сейчас они растут у меня на зимнем огороде. А вот, собственно, и он. Вот даже под доказательство подписано. Бархатец Тайшан F1 смесь. И посмотрите, он прям такой компактный. Тут уже вот есть бутон, который вот-вот будет свисти. Я вставлю фотографию где-то тут, какие они в действительности. Это тоже фотографировал я, выращивал я в этом году летом. И, в общем, супер шикарнейшие бархатцы. На следующий год у меня четыре упаковки семян этих бархатцев. Потому что мне они очень нравятся и я их люблю. Следующее, с чего мы продолжим, это, наверное, будут петунии. Пока что ассортимент их не очень много у меня, но они есть. И они довольно-таки все прикольные такие, как их назовем, да. И крупноцветковые. Пока что сделан акцент именно на крупноцветковые петунии. Ну а начать из петунии я хочу с петунии Hula Hoop F1 смесь. Это петуния крупноцветковая, диаметр цветка у нее 8-9 см. И по бокам у нее такая каемка. В общем, тоже красивая петуния, крупноцветковая, кустовая, хорошая петуния для клумбы. Также можно выращивать на балконе, например, либо в кашпо. Следующая петуния, вот эта петуния Hula Hoop была крупноцветковая, но не совсем. А следующая петуния, она прямо вправду крупноцветковая. У нее диаметр цветка 9-11 см. Вот такая вот она крупноцветковая. У нее особенность в том, что брожилки в цветочках выделены явче, чем сам цветок. И выглядит это очень красиво. Это тоже кустовая петуния, хорошо подходит для выращивания в клумбе. Также можно выращивать в кашпо, в общем-то, как и в прошлую. И, в общем, вот такая красивая петуния. В следующем году все эти сорта обязательно посажу. Следующий томат, который я выращиваю сейчас и выращиваю летом. Вставлю фотографии вот тут чуть попозже. Это томат Pinocchio. Это урожайный томат, томатный гном, можно так назвать. Идеальный для выращивания в комнатных условиях, как горшочную культуру. Высота растения где-то до 40 см. И даже давайте я вам сейчас его покажу. А вот этот томатик. Он, конечно, подвытянулся, потому что растут у меня под слабой досветкой. Но, мало того, тут есть вот маленькая помидорка. Я вставлю тоже фотографию, какая она сейчас. Просто сейчас будет трудно показать. Ну вот, она тут. Вот кто увидит, скорее всего, не увидит. Помидорка такая уже большая для черри. И скоро она будет уже краснеть. Вот-вот. И еще тут есть 4 завязи томатов еще маленьких, которые только-только зацвели. Так что этот томат хороший. Вот, кстати, фотографии, какой он был у меня летом. Летом вообще был бомбический урожай. Пинокки у меня на балконе хватило и на заморозку, и на еду, и в салаты, и на семена даже хватило. В общем, урожайный сок рекомендую. Довольно-таки старый, известный сок, но хороший. Следующие новинки. Они находятся в серии авторские сорта и гибриды. Давайте начнем с перца. Добрый день. Этот перец славится за свою урожайность. Форма плодов у него такая конусовидная. В форме лодочки. Вот тут вставлю фотографии тоже, какой он может быть. Это реальный опыт выращивания этого сорта перца. Перец Добрый день. Он зазревает на 103-110 день. И, в общем, вот такой вот хороший перец славится за свою урожайность в биологической спелости. Вот такой вот красненький. И следующая тоже новинка из серии этой же авторские сорта и гибриды. Это кабачок цукини желторотик. Такое у него необычное название. Славится также за свою урожайность. Вообще, в основном, все сорта, которые находятся в серии авторские сорта и гибриды, они урожайные. Поэтому они и находятся в такой хорошей элитной серии. Но, кстати, семена относительно недорогие вообще все у меня на сайте. Тот же славится за свою урожайность. Кабачок цукини. Такой вот желтоплодный. И, в общем, такой хороший кабачочек. Ну и у нас остались пакеты черно-белые. Но в черно-белых пакетах не менее хорошая семена и крутые сорта. Давайте начнем с огурца подмосковные вечера F1. Это урожайный огурец, хороший. Тоже его прям предназначен для выращивания, как горшочная культура. Урожайный чем-то похож на огурец котунок, но тоже отличается. Следующим летом, вам обязательно покажу и выращу на балконе. И покажу, какой он супер урожайный. Он такой же, по идее, урожайный, как котунок. Но котунок будет слегка по урожайней этого. Следующий сорт. Это у нас капуста. Капуста московская кружевница. Вот тут тоже вставлю фотографию, какая она есть. Такая она и есть. Савится она за свои такие кучерявые листья. Очень необычные. Для разнообразия можно посадить на своем участке. Также очень старый сорт. Очень известного арбуза. Арбуз огонек. В этом году его выращивал на своем подоконнике. Прям вот на этом подоконнике вырастил свой маленький арбузик. Он даже был сладкий. Даже переспел. Надо было его срезать чуть пораньше. Вот тут вставлю фотографию тоже. В общем, тоже урожайный сорт. Можно его вырастить хоть где, хоть в Сибири, хоть на Урале. Старый сорт. Всем известный хороший сорт. И последнее, чем мы завершаем. Хотя надо было лучше начинать с него. Это лук репчатый. Эксибишн. Я думаю, многие знают. Это голландский лук. Огроменных размеров вырастает до килограмма. И иногда даже больше. Лешка с него 3-4 месяца. То есть, довольно-таки хорошая. И, в общем, вот такой вот лук репчатый. Эксибишн. Известный сорт голландского лука. Ну, а на этом мы будем завершать наше видео. Спасибо, что посмотрели. Заходите на сайт. Ссылка будет в комментариях. Там можно заказать мои семена. И на этом мы будем завершать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И, в общем, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok